Всем привет дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшений. Я очень рада вас приветствовать и вот показываю вам такой вот подносик с тем, что мы сегодня будем рассматривать. Сейчас его уберу и мы будем с вами все рассматривать поподробнее. Для тех, кто у меня впервые на канале, я живу в Канаде, я покупаю украшения в наших секонд-хендах и снимаю про это видео винтажные и не очень. Если это украшение не очень винтажное, оно нам не нравится, я тоже его приобретаю. И кроме этих видео я снимаю видео магазинов, обзоров, примерок, в общем все, что мы девочки любим и все, что нам нравится и все, от чего мы получаем удовольствие. Так, ну что ж, начнем рассматривать. Первая вещь это такой вот интересный, не очень замысловатый браслет. Я его купила, потому что он маркирован. Стоил он недорого, видите, всего лишь 4 доллара. Так приклеено, плохо все. Вот, 3,99. Знаете, таких браслетов обычно в секонд-ах много, но мне он очень понравился. Во-первых, он необычный, хорошо, очень сделан, качественный. И потом у него есть маркировка Мария Револта. Я прогуглала, это какой-то, по-моему, аргентинский или бразилский дизайнер украшения. Они не очень дорого стоят, в общем-то, даже у нее на веб-сайте. Но, конечно, подороже, чем 4 доллара. Но мне он просто понравился. Он такой интересный. Во-первых, у него интересная тут вот магнит-застежка. Не все браслеты так закрываются на магнитиках. И он очень симпатично выглядит на руке. Ну, посмотрите, он такой какой-то вот... Ну, не знаю, что-то в нем есть такое приятное. Мне понравилось. Он достаточно хорошо сделан. Плотный такой толстый металл. Хорошо сделана обратная сторона браслета. В общем, он мне понравился просто своей оригинальностью. Вообще, я люблю маркированные вещи, даже если они не очень дорогих брендов. Но они всегда приятны, иметь маркированные вещи. Следующая вещь, ну, это, знаете, немножко такое... Я понимаю, что ценностей в ней нет много, но мне нравятся такие вещи, потому что это такое что-то аутентичное. Что-то, что есть, видимо, в единственном экземпляре. Явно привезено из какой-то латиноамериканской страны. Скорее всего, Мексика, Чили. Вот что-то такое. Куда у нас люди ездят отдыхать в отпуск и часто очень привозят вот такие украшения. Поэтому, кстати, у нас очень много вот мексиканских украшений, мексиканского серебра. Значит, стоили они 6 долларов, 6,99. 7. Они были не дешевые, несмотря на то, что, в принципе, это не какое-то... Они не брендовые, но они сделаны... Почему еще я их купила? Потому что здесь вот эти вот вставки, они из натуральных камней. Я это чувствую по... Они холодные, тяжелые такие, знаете, и... Давайте их... Ну, трудно так постучать, позвонить по ним. Слышите, камушки. Все вот эти вот... Все вот это вот камушки. И я камушки люблю. Застежка у них вот такая вот незамысловатая, обыкновенный крючок. Что тоже говорит о каком-то их таком происхождении. Это явно что-то кустарное, вот сделанное в каких-то, вот знаете... Скорее всего, для туристов сувенирных мастерских делают их, продают. Но мне они очень понравились. Они довольно тяжелые. Вот эти вот металлические пластинки, вставки надо бы почистить, наверное. А здесь довольно интересная вот эта вот металлическая бусина. Что у нее... А, это там леска в центре. И очень интересно, вот из чего же сделаны вот эти вот элементы, вот эти пластины. Я пыталась понять. Вы думаете, это пластик? Возможно, пластик. Потому что, видите, здесь есть шов. То есть, их, может быть, ну, как бы выливали из какого-то, из формы. Поэтому, хотя... Да, интересная штука. Я не знаю, что это такое. Похоже на что-то натуральное, как будто бы. Не совсем это похоже на пластик. Может, это не шов. Может, это их, когда вот оттачивали, шлифовали, образовалась вот такая вот грань такая, знаете. Посмотрите, видите, они все, все, все здесь камушки. Вот такие вот красивые камушки. Я поэтому их купила. Люблю оригинальные вещи, необычные, нестандартные. Вот за это они мне и понравились. Но материал вот этот я... Надо помыть, я не помыла еще. Может, это или грязь, или просто вот какой-то, знаете, натуральный материал. Он немножко... Короче, вот. Вот такие вот пусы. Очень прикольные. Мне они очень понравились. Я люблю такие вещи. Теперь у нас брошки. У нас много сегодня брошек. Да. Вот такая вот милашка. Всего лишь за 3 доллара. Тоже я не решила, что я ее не оставлю. Иголка старая, ржавая. Как она интересно сделана. Хм... Видите? Маркировок нет. Но мне интересно, что она сделана вот так вот. Застежка приделана сбоку. Может быть, они не хотели, чтобы она была видна с обратной стороны. Если бы они ее в центре присобачили, то она бы торчала вот в этих вот... Ну, в общем, как-то вот так вот сбоку она сделана. Но это не мешает ей быть милой, симпатичной брошечкой. Смотрите, какая хорошенькая такая обычная, но не очень. Вот есть в ней какой-то шарм. Есть в ней вот эта вот какая-то симметрия интересная. И симметрия, и и-исимметрия. Вот как будто, вы знаете, интересная форма, интересный дизайн. Тоже сделана хорошо сзади. Вот так вот она выглядит. Мне кажется, она винтажная. Но я ничегошечки не нашла. Ничего даже похожего на нее в интернете. Хотя она мне напоминает разные брошки разных известных брендов. Но только напоминает. Ничего я не нашла. Следующая брошечка стоила всего лишь тоже 4 доллара. Брошка явно винтажная. В прекрасном состоянии. Все-все-все камушки на месте. Сейчас мы ее отстегнем от ее этикетки. И будем рассматривать. Она маленькая, тоненькая. Металл довольно тонкий. Но мне кажется, что она очень винтажная. И даже, возможно, немножко более чем винтажная. Мне кажется, она очень старенькая. Красивые камушки. Хотя, я вот не пойму, это кристаллы Аврора Бориалис или это просто кристаллы. Если Аврора Бориалис, то, конечно, она не очень старая. Ну, как она старая? По-моему, Аврора Бориалис придумали в 60-х годах. Если это... Да, я вот не пойму. Это Аврора Бориалис или это просто синие кристаллы. Ну, по-любому, явно, что она, конечно, брошь винтажная. Такая интересная. Маркировок нет на ней. Так, застежка. Длинная игла. Ой, что-то прицепилось. Вот, уберем. Видите, здесь она сделана на наклепках. Что, в общем, тоже говорит об ее винтажности. Маркировок нет. Ну, брошечка очень миленькая. Посмотрите. Прекрасная, красивая, замечательная, милая винтажная брошь. Еще одна брошь очень похожа на нее, но немножко другая. Похожа она только, вот, знаете, размером, стилистикой. А, в принципе, она, конечно же, отличается. Видите, тоже стоила 4 доллара. Вот есть у меня магазин, где все еще можно купить винтажные вещи. За ней очень безумные цены. Да, они даже как-то похожи вот качеством производства. Ой, для кого я тут показываю? Съехала у меня картинка. Смотрите, какая очаровательная. Голубые кристаллы. Красивая-красивая брошировка металла. Красиво выделанные вот эти вот листики. Милая-милая чудесная вещь. Маленькая, но такая хорошенькая. Сзади и задняя сторона вот просто такая обычно выполнена. Маркировок нет, тоже длинная игла. Игла довольно толстая, ровненькая. Вот там немножко, по-моему, искривилась она здесь. Ровная иголочка. Вот этот замочек такой. Два листика вместе соединены. Вот такая малютка, но очень-очень симпатичная и красивая. Они даже как-то вместе, по-моему, сочетаются по стилю. Возможно, по цвету нет, но вот сейчас же ведь можно носить золото и серебро. И они очень по стилю, по стилю друг другу подходят. Мне кажется, что их можно вполне носить вместе. Так, следующая брошь – это в коллекцию моих шотландских брошей. Тоже стоила 4 доллара. Брошь, конечно, винтажная. Так, давайте начнем ее рассматривать. Здесь у нас... Что у нас? Я думаю, что это стеклышко. Маленький такой, трудно понять. Ну, вы уже знаете, я вам много рассказала про эти шотландские броши. Одним из основных мотивов, мотивом в их дизайне является чертополох или шотландская роза, как ее еще называют. Которую я уже рассказывала в каком-то своем видео, что он действительно очень красиво цветет. Как это ни странно. Вот колючки, колючки, а цветок у него красивый, сиреневого цвета. Но их вот почему-то делают иногда коричневый. Вот здесь явно прослеживается, видите, чертополох в сердце. Поскольку мы живем в Канаде, здесь очень много шотландцев. И, естественно, очень много вот этих вот старинных шотландских брошей. Видите, как интересно она сделана. Это маркировка. Два сердца, перечеркнутые стрелой. И называется митспах. Она маленькая, но миленькая. Следующая находка у нас это клипсы. Вот они были недешевые, хотя они не маркированы, но я не нашла про них ничего. Вернее, они маркированы, но я не нашла ничего про эту маркировку. И так ее и не разгадала. Сейчас я вам покажу. Клипсы очень интересные. Вы должны почувствовать их качество. Они очень нелегкие такие, весят прилично. И вот здесь темно-темно-синие бусины. Белая вот такая бусина. Само основание очень интересное. Здесь, видите, сделано из такой вот, я не знаю, что это, пластик. Я не знаю, чего сделаны эти. Похоже, стекло, да? Стекло. Они довольно тяжелые. А это бусина, тоже стеклянная, по-моему. А вот это основание сделано из какого-то странного такого, типа мунглоу вот этот, вот эти вот пластик. В общем, очень интересно. И в центре вот здесь вот такая металлическая решеточка. Здесь нету кристаллов, здесь просто ямочки такие. Очень эффектные, очень эффектные клипсы, темно-синие. Видите, темно-темно-синий, синего цвета вот эти бусины. Значит, здесь еще, видите, сохранились подушечки. Здесь не очень хорошо, вернее, они сохранились. Видно, что клипсы не новые, не молодые. Маркировка находится вот здесь, на обратной стороне. И здесь, во-первых, затерто от подушечки. Во-вторых, я не могу прочесть. Девочки, мне нужна ваша помощь. Вот три черточки внизу, это просто черточки. Я сначала думала, что это какого-то слова. Теперь вот эти вот значки. Что-то на инопланетном. Что-то на... Не понимаю даже на каком-то языке. Не знаю. Я разобрала и ничего не нашла. Давайте посмотрим на второй клипсе. Может быть, нам легче будет понять. Помощь зала. Мне нужна помощь зала. Вторая буква Т. Вот эта буква Я не понимаю, что за буква. Вторая вот эта буква Т. Вот эта буква И. И последняя буква Я тоже не понимаю, что за слово. Н. Т. И... Не знаю. Теряюсь. Теряюсь. Надеюсь, что вы мне поможете разгадать их загадку. Они, конечно, очень красивые, эффектные клипсы. И вот такой вот странной, необычной, интересной маркировки. Красота. Очень красивая вещь, эффектная. Бесподобные. Ну вот, такая большая-пребольшая брошь. Это у нас все мелкие-мелкие брошечки какие-то. Вот, наконец-то, у нас большая, огромная брошь. Все, как я люблю. Стоила она не дешево. Стоила она 10 долларов. Потому что покупала я ее не в том магазине, где я обычно покупаю свои... Не очень дорогие покупки. А в магазине, в котором все стоит дороже. Но я вам хочу сказать, она маркированная. Там вещи не маркированные по 12-13 долларов. А эта брошь маркированная. Видите, маркировка сети. Я находила этот бренд. Он не очень дорогой, но она очень эффектная. Тяжелая. Посмотрите, какая длинная. Явно винтажная игла. Потом это все вместе склепано на клепке, что тоже говорит об ее винтажности. Некоторые, видите, здесь исходы покрытия на этих лучках с обратной стороны. И здесь, на лицевой стороне, тоже есть немножко повреждения. Некоторые, видите. Но, в общем и целом, если так не приглядываться очень близко, она прекрасно сохранилась. Хорошо сохранилась. Это жемчужина. Я постараюсь не очень сильно по ней молотить. Не знаю. Может, даже стеклянная. Я просто не хочу, боюсь по ней стучать сильно, чтобы не нарушить покрытие, которое, в принципе, практически не нарушено. Видите, здесь есть исходы покрытия. Или это грязь. Может, надо помыть. Попробуйте ее помыть, отмыть. Видите, какая она интересная. Огромная, прекрасная, красивая, большая. Солнышко, цветочек. Что хотите. Много этих лучей. Видите, они все на разной высоте посажены. Какие-то ниточки. Надо почистить ее. И вот эти вот лапки, которые вокруг жемчужины, они тоже все разные. Видите, здесь тоже грязечка. Надо отмыть. Они все разной высоты. Очень интересный дизайн. Очень интересно сделано. Короче, брошь красавица. Не прибавить, не убавить. Видите, застежка здесь. То есть ее надо вот так носить. Ну, она, собственно, симметричная. Это не важно. Вот такая красотка сегодня нам попалась. Очень красивая брошь. Я не очень хорошо знаю этот бренд сети. Я как-то мало встречала вещей. Из его, правда, производства. Но надо будет посмотреть, поинтересоваться. Что же это такое за зверь. Так, следующее у нас просто необыкновенная находка. Очень жалко, что они налепили цену прямо вот на эту коробочку. Я постараюсь ее аккуратненько снять, чтобы у меня осталось следов клея. И я вам уже показывала. В этом же магазине я находила такой держатель для перчаток. Сейчас я вам расскажу и покажу все подробно. Здесь он, в этом случае, он продавался с коробочкой. Значит, со всеми вот объяснениями. Вот здесь вот, видите. Коробочка тоже, конечно же, винтажная. Вот. Это Эйвен, правильно? Это Эйвен. Ага, я только сейчас поняла. Я на самом деле не читала, что здесь написано. Да, Эйвен. Отлично. Написано, Save your gloves. Сохрани свои перчатки. С Эйвеном. Кольцо для перчаток. Вот. Ну, давайте я вытащу, потом вам покажу. Значит, коробочка. Да, в этом же магазине я уже находила такую штуку, держалку для перчаток. Она стоила там, они ее ценили в 3 доллара или что-то такое. А это, поскольку с коробочкой, и здесь написано, что это 14 карат gold plated even glove ring. То есть, она 14-каратное золото покрытие. И выглядит она вот таким вот образом. Та была очень похожа на нее, но эта в тысячу раз красивее. Та была такая попроще. А этот зажим для перчаток, он просто необыкновенной красоты. Вещь очень винтажная, покрытие золотом, 14 карат. И вот всего лишь 10 долларов они оценили ее. Цепочка вот такая. Очень интересная застежка. Как же она? Как же она застегивается, расстегивается? Ой-ой-ой. Вот это задачка. Как вы думаете? Как-то... Нет. Она должна как-то где-то нажиматься. Ну, в общем, я потом разберусь. Не хочу сейчас занимать ваше время. Вот такая красивая, интересная цепочка. Маркировок на самой, видите, на самом изделии нет. Потому что маркировки все на коробочке. И давайте красный такой атлас здесь. Ну, прикольно же. Это же супер. Налепили цену. 10 долларов всего лишь. Это действительно очень дешево. И вот здесь вот описано, для чего она нужна. Нужна эта великолепная штучка. Знаете, я сейчас вам расскажу. Я сейчас себе напоминаю сцену из фильма «12 стульев», когда Стаб Бендер принес Эллочке Людоедке ситечко для чая. И вот так вот ей махал у нее перед носом. А у нее, гайца, горелись глаза. Руки потянулись к нему. И, в общем, она потеряла дар речи. В общем, так же и я сейчас с этой держалкой для перчаток. Да, смешно, конечно. Ну, смотрите. Вот этим местом вот эта цепочка цепляется за ручку сумки. И вот сюда вот так вот открывается. И сюда вкладываются перчатки, которые вот фактически получаются, что на сумке ручки они висят. Таким образом, вы никогда их не потеряете. Я только не знаю, почему их нельзя положить в сумку. Ну, наверное, потому, что, во-первых, это красиво. Во-вторых, вам не надо шарить по сумке, искать перчатки, когда вам нужны перчатки. А вы просто их сразу отцепляете от сумки и можете их сразу надеть. Я в восторге, конечно, от этой коробочки. Она вся кричит винтаж-винтаж, потому что даже вот такая вот то, как писали название, то, как писали тексты когда-то на старых изделиях, на старых коробочках ювелирных. В общем, это прямо вот всё-всё об этом. И вот где-то она лежала у кого-то и ждала своего часа. Её отнесли в магазин. И тут же я её нашла. Причём нашла на удивление. Никто не захотел её купить до меня. Вот такая интересная вещица без подобной красоты и интересности. Ну и последняя вещь. Просто тоже восторг, которая мне досталась тоже всего лишь за 10 долларов. Если посмотреть, сколько они стоят на ресейле, эти клипсы этой компании, то вы удивитесь. Так, давайте сначала рассмотрим. Смотрите, какая работа. Тоже, видите, помыть надо. Она там внутри, видимо, от пыли, грязи немножко заскорузла. У меня такое ощущение, что это ручная работа. Потому что, видите, это клипсы. Да, я сказала, что это клипсы. Да, это клипсы. Они тоже, знаете, вот так в разные стороны торчат. Что-то я, как будто бы этой розочкой вниз. Вот так вот они надеваются на ухо. И мне кажется, что они не точно повторяют друг друга, хотя очень похожи. У меня такое ощущение, что это ручная работа. Потому что, видите, у них как будто бы эти лепестки, они немножко разные, немножко отличаются. В общем, клипсы очень красивые и просто красивые. Они довольно ценные. Значит, видите, здесь есть маркировка. И здесь есть патент, номер патента, который я не очень... Сначала подумала, ой, только патент жалко. Я ожидала, что они будут маркированы. Но потом, когда я ее открыла, эту клипсу, я нашла здесь маркировку. И маркировка Бушер. Вот такие клипсы. Значит, я находила в интернете этого бренда. Бренда Бушер. Вот именно вот такие вот сделаны из... А с чего они сделаны, я не пойму. Но это же не кость. Может быть, это бекелит. Я находила в интернете с брошами такие клипсы. Отдельно клипсы я не нашла. Брошь я нашла такую стоимостью 250 долларов. Вот похожего типа. Написано, что это винтажные 50-60-х годов. И есть сайн-маркировка 7203. А какой же у меня? Какой у меня номер? Нет, у меня другой номер. Ну, в общем, вот эта брошь, если я вам поставлю картинку, она выглядит немножко по-другому, но очень похоже. Так вот, брошь продают за 250 долларов. На ebay, по-моему, или где это? Да, на ebay. Они очень дорого ценятся на рынке. Это броши, которые очень... Изделия, которые очень дорого. Марсель Бушер. Единственное, что здесь не написано, с чего оно сделано. Но, в любом случае, они бесподобные. И, по-моему, все-таки это ручная работа. Каждый вот этот вот вырезанный цветок сделан ручной. Ну что ж, дорогие друзья, вот такое у нас сегодня было видео. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравились мои находки. Если вы со мной впервые, то подписывайтесь на мой канал. Я буду всем очень рада, если вы уже со мной давно. То я очень рада всем моим зрителям, которые возвращаются на мой канал и смотрят мои видео. Всех люблю, целую. Всем привет из Канады. С вами была Дита. Пока-пока-бай.